День города уже прошел, а подарки столицы все еще преподносят. Так, скульптор Вячеслав Жиглицкий и дизайнер-архитектор Романа Мелехин презентовали Кишиневу и его жителям скульптуру. Идея, конечно, завязана с нашим любимым городом, отталкивается от него, потому что он наш любимый, единственный любимый город. Мы много путешествуем, смотрим мир. И, конечно же, хотелось бы красоту делать у себя дома. У себя дома, чтобы нам всем было красиво, уютно, тепло и интересно. Идея была, на самом деле, простая. Подарить людям красоту. Красоту на улице, в общедоступном месте, в общедоступном виде и формате. Так, чтобы каждый мог увидеть ее не как памятник, а как скульптуру городская. Многие помогли воплотить эту замечательную идею в жизнь. Отель, на углу которого расположена скульптура, выступил спонсором. А Министерство культуры помогло с бумажной волокитой. К месту будет сказано, что находится скульптура на улице 31 августа 103. Как долго? На самом деле, от идеи. Идея где-то у нас варилась в наших головах и обсуждалась в течение двух лет. А уже лепка была сначала эскизный вариант. Мы его тоже чуть так обсудили слегка. Подумали, как бы связать здание, чтобы это было интересно. Вот не просто сидят дети и там читают книжку или еще что-то. А вот хотелось какого-то движения, что-то интересное. И вот эта вот идея с пальчиком, он показывает, а там идет охота кота на голубе. И это деткам интересно. Не только деткам, но и всем горожанам это интересно. На все про все у нас ушло. На само уже после эскизное где-то полгода ушло. Да, от лепки, когда детки приходили, позировали. Позировали они где-то месяц, полтора, два. Да, где-то так. Да, и потом уже в бронзу переводили. Да, и вот они вот появились. На самом деле они уже, они появились бы и раньше, но мы ждали дня города нашего. Кстати, прототипами персонажей на лавочке стала девочка по имени Тася, дочь Романа Амелехина и мальчик Ванечка, друг Тася и сын друзей. Уважаемые гости столицы и кишиневцы, мы вас просим, когда вы будете фотографироваться, выставляйте хэштег под названием «Дети на лавочке». Спасибо вам.